Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Коряк. Для начала коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Президент остался без пресс-секретаря и советника. Национальная комиссия по неподкупности считает, что для одного Иона Чабана многовато должностей. Приднестровцам не до федерализации. Тираспольский лидер считает, что с них хватит референдумов. Либералы готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы не пустить в Молдову русские танки. Михаил Гимпуса товарищи подводит итоги года у руля государства. Ждите ответа. Олимпийцы пока не получили обещанной премии. Все это и многое другое подробно. В правительстве все чаще звучат политические заявления. Премьер Павел Филипп комментирует действия, заявления и инициативы президента. На этот раз Филипп высказал удовлетворение решением Конституционного суда, обязывающего президента отклонять кандидатуру министра не более одного раза. У этих заявлений нет никакого практического эффекта. Они остаются в конечном итоге политическими заявлениями. У меня есть ощущение, что эти заявления делаются специально, чтобы спровоцировать нас на реакцию. От нас это потребовало бы расходование энергии. Премьер представил руководителя нового центра внедрения реформ. Впрочем, Юрий Чикан прекрасно известен как бывший руководитель ЦИКа. Правительство одобрило также перечень обязательных минимальных требований к кибербезопасности. Новые положения будут реализованы в центральных правительственных учреждениях. Они будут нести ответственность за проведение внутренних аудитов кибербезопасности, обучение персонала, разработку рекомендаций по использованию электронной почты. Новые требования будут внедрены до конца текущего года. Также на заседание было принято решение о выделении 2 млн 450 тыс. леев для выплаты компенсации лицам, подвержшимся политическим репрессиям. Бенефициарами этих средств является 16 человек из 10 населенных пунктов страны. Ежегодно правительство выплачивает компенсации, покрывающую сумму конфискованного, национализированного или изъятого каким-либо другим образом имущества, у жертв политических репрессий. Новости Левобережья. Тираспольский лидер Вадим Красносельский не видит необходимости для проведения референдума относительно будущего Приднестровья и формы устройства Республики Молдова, например, Федерации. Приднестровье идет своим путем. Так можно кратко характеризовать его комментарии российской парламентской газете. Интервью парламентской газете Вадим Красносельский дал во время своего визита в Москву. Туда он отправился сразу же после молдавского президента. Игорь Датон заявил, что форма государственного устройства, при которой будет решен Приднестровский вопрос, будет определяться всенародно на референдуме. Красносельский не видит необходимости в плебисците. Молдавия, как суверенное государство, может сколько угодно проводить любые референдумы. Это их внутреннее дело. У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Мы не видим необходимости проведения повторных референдумов по данному вопросу. Наш народ определился. В Москву Приднестровская делегация приехала практически полным составом правительства. Запланирована встреча с вице-премьером правительства России, спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, а также еще более 15 встреч с различными официальными лицами на разных уровнях. Но вернемся в молдавскую столицу. В аппарате президента кадровые изменения. Советник президента Молдовы по политическим вопросам и его пресс-секретарь, Леон Чебан, являющийся также председателем фракции партии социалистов в Мунсовете Кишинева, объявил о своем отказе от должностей в аппарате главы государства. Такое решение было принято им вследствие того, что Национальная комиссия по неподкупности установила несовместимость его должностей в президентуре и муниципальном совете. Другим темам. Либералы ознакомили общественность результатами своего годового участия в руководстве страны. Как обычно, не обошлось без упоминания у Нири, объединения с Румынией, самой кровавой империи и русских танков. Лидер либералов ведет свою и партийную миссию в прекращении унижений, которым, по его словам, подвергался народ в течение двухсот лет. Для того, чтобы не допустить в власти пророссийские партии, он согласен сотрудничать с кем угодно, кроме коммунистов, что и подтвердил год назад, войдя в очередной раз коалицию. Мы были вынуждены приносить присягу президенту ночью. Если бы оставили на другой день, мы бы остались без правительства. Эти стояли и ждали, чтобы так случилось. Досрочные выборы были возможны, только если не сформировано правительство. Казалось бы, причем досрочные выборы к питанию в детсадах. Михай Гимпу смог найти прямую связь. Если бы прошли выборы, было бы невозможно выделить четыре дополнительных лея к питанию. Среди заслуг либералов за последний год также принятие закона о расширении полномочий столичного мэра. Эту должность занимает член партии и по совместительству племянник Михай Гимпу Дарин Киртуаке. Теперь мэр в городе может практически все, что радует его дядю. Столь же высоко оценивают свои заслуги министры от либеральной партии. Два года назад окружающая среда была одной из самых непонятных для граждан тем. Чуть ли не химерой, иллюзией. Это подтверждают многочисленные соцопросы. Мы в 2016 году продвинули все эти темы, выявили, вывели на поверхность. Мы внедряем решение Верховного Света Академии Наук относительно орфографических норм написания на латинице «ы» и «сунт». Начиная с 2016 года все учебники и дидактические материалы издаются с соблюдением этих норм. В заключении Михайгин поотметил, что ему не о чем сожалеть. Ему безразлично, что о нем говорят враги и соцопросы. Падение популярности партии – проблема не либералов, а населения, которое поверило другим, считает главный либерал Молдовы. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в стране в рубрике «Короткой строкой». Депутат парламента от ПКРМ, представитель партии «Европейских левых» Мария Постойко выступила на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Она призвала европейские структуры отреагировать на ситуацию с нарушениями свободы СВИ в Молдове. Депутат напомнила беспрецедентные по ее словам атаки на независимое мнение, происходящее в нашей стране на протяжении последних лет. По мнению Постойко, отсутствие реакции со стороны ПАСЭ наносит ущерб имиджу европейских структур и евроинтеграции в молдавском обществе. Внутренний государственный долг Молдовы в течение 2016 года вырос втрое и составил рекордную годовую сумму 21,5 млрд леев. Как отмечают в Минфине, рост этой задолженности в прошлом году был обусловлен увеличением эмиссии государственных ценных бумаг на первичном рынке на 953 млн леев. Кроме того, были выпущены гособлигации на сумму свыше 13 млрд леев. Это было сделано для исполнения Минфином платежных обязательств, вытекающих из госгарантий, предоставленных Нацбанку Молдовы для гарантирования срочных кредитов. Кредиты были ранее предоставлены трем проблемным, а ныне ликвидируемым банкам Банка Диэкономии, Банка Сычала и Унибанк. Еще меньше зеленых досаждений, чем раньше, будет в Кишиневе. Представители Ассоциации «Зеленое хозяйство» продолжают работы по обрезке и вырубке деревьев в столице. Так, сразу со стороны нескольких улиц были срублены деревья в лесопарке Рыжкановка. Стало меньше деревьев и в Центральном парке Валя-Морилор, и на Ботанике в парке Долина-Рос, и на Буйканах в лесопарке Прунку. Продолжаем выпуск. В эти минуты Национальный Олимпийский комитет дает торжественный ужин по случаю очередной даты своего основания. Приглашены спортсмены, тренеры, бизнесмены, политики, журналисты и олимпийцы, представлявшие Молдову на всемирных соревнованиях в Рио. Их сегодня чествуют, но без денежных премий, которые обещало правительство. Об этом глава Олимпийского комитета Николай Журавский сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции. Официальный визит новоизбранного главы Олимпийского и спортивного комитета Румынии Михаил Кавалиу и подписание договора о сотрудничестве. Эти два события, собственно, и стали темой пресс-конференции. Партнерское соглашение между двумя спортивными организациями будет содействовать развитию молдавского спорта, заявил глава Национального Олимпийского комитета Николай Журавский. Впрочем, хорошие результаты у Молдовы есть. В прошлом году канаист Сергей Тарновский на Олимпийских играх в Рио завоевал бронзу. Но победа сразу же вылилась в скандал. Международная федерация гребли обвинила спортсменов в употреблении допинга, но до сих пор не может это доказать. Месяц дается на то, чтобы они дали свое решение. Это должно было быть еще практически месяц назад. И вот мы ждем до сих пор и не имеем никаких ответов. У Сергея Тарновского пытаются отнять победу. Только в прошлом году он сдал более 10 проб на допинг. Все они были отрицательны, говорит Николай Журавский. Он добавил, что Олимпийский комитет будет идти до конца. Естественно, что у нас есть компания юристов, спортивных юристов, которые ведут это дело. И мы видим, что правда на нашей стороне, и мы будем добиваться этой правды. Нет медали, нет премий. Правительство выплатит их олимпийцам лишь после того, как решится вопрос с Сергеем Тарновским. Его результат среди молдавских спортсменов в Рио стал лучшим. Всего на Олимпийских играх Молдову представили 23 спортсмена в 9 видах спорта. Новости культуры. Галерея посольства Венгрии в Молдове давно уже стала местом знаменитым среди творческой интеллигенции Молдовы. В здании ДИП-представительства регулярно проходят выставки лучших художников нашей страны. Накануне там открылась персональная выставка известного художника Виктора Гуцу. Венгерское посольство в Молдове для многих художников нашей страны – место давно полюбившееся и обжитое. В посольской галереи уже не первый год открываются выставки, которые знакомят зрителей с творчеством известных художников Молдовы. А сам посол Матеуш Силайдес ловёт знатоком и ценителем хорошей живописи. В этот раз стены галереи украсили работы Виктора Гуцу. Это выставка под названием «Тихая жизнь». Это условное название. Это по мотивам старых фотографий, воспоминаний детства, натюрморты, пейзажи, с натуры два портрета. В общем, «Тихая жизнь». 24 работы, представленные на выставке, написаны в разные годы, но объединены одной темой. Жизнь Молдовского села, в котором вырос художник. Это милые его сердцу пейзажи, трогательные сельские свадьбы, скромные натюрморты. Талант автора придаёт всему этому новый смысл и глубину. У господина Гуцу огромное богатство работ. У него, как видно и сегодня, на сегодняшней выставке, очень важный элемент – это воспоминание о традиционном народном сбитии, как люди жили раньше. Я думаю, что, изучая картины этой выставки, можно создавать себе, так сказать, хорошее представление о Молдове, о Молдовском человеке. И поэтому, я думаю, что вот эти произведения, они передают очень важную, так сказать, ценность. Специалисты отмечают внутреннюю наполненность и напряжённость его картин при внешней сдержанности и приглушённости. Сжатость и лаконичность его языка – это характеристика Виктора Гуцу, потому что я сказал, что внешне он не цветной, а по сути он очень цветной, потому что он отбрасывает как бы и в цветовой палитре всё, что лишнее, оставляет пять цветов, как правило, и ими играет. Коллеги по живописному цеху, искусствоведы, люди творчества, представители общественных организаций, друзья и ценители искусства пришли поздравить художника с открытием выставки. И ещё одна праздничная новость в завершении. Накануне вечером в Татьянин день небесной покровительнице всех студентов был организован настоящий праздник для нынешних, бывших и будущих студентов, который состоялся в одном из столичных торговых центров. Партнёры нам предоставили порядка 300 букетов цветов, хризантем и роз, которые мы будем дарить всем Татьянам и всем женщинам, девушкам. Устроители знают одну из главных забот студентов – где бы и что поесть. Потому устроили кулинарную битву под названием «Накорми голодного студента». Четырём командам столичных вузов за полтора часа необходимо было приготовить три кулинарных шедевра и придумать для них оригинальные названия. Оценивало блюдо компетентное жюри. Был и творческий подход, и сугубо жизненный студенческий, как говорится, два в одном, наверное. Чтобы это совместить, наверное, много не нужно продуктов. Главное, чтобы это было душевное, тёплое, сердечное отношение к тому, что ты готовишь. В нашей суетливой жизни очень не хватает праздника. Не хватает вот такой вот молодёжной, зажигательной атмосферы. Я очень рада, что меня пригласили на этот праздник быть в жюри. И особенно видеть, как наше молодое поколение, наши студенты творят такие чудеса. Я покорена, когда они из лаваша вырезали сердце, и на нём уложили вот эти ингредиенты. После нелёгкой борьбы команда Политехнического университета Молдовы одержала верх, набрав наибольшее количество баллов. После кулинарной битвы состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие молдавские звёзды. Таким был этот день. Ещё больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Алиса Кайряк на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин